Уже на этой неделе в Красноярске внедряется так называемая пересадочная транспортная карта. Это позволит горожанам экономить деньги при второй поездке в течение полутора часов. Какое еще нововведение ждет пассажиров, расскажем прямо сейчас. Система пересадочной транспортной карты, о которой в Красноярске говорят уже несколько месяцев, наконец-то будет внедрена. С субботы 19 апреля она начнет действовать в муниципальных автобусах, а также во всех трамваях и троллейбусах. Новая система позволит пассажирам в течение 90 минут совершить пересадку в другое транспортное средство. И при этом стоимость проезда по транспортной карте после пересадки будет на 2 рубля дешевле. То есть 16 рублей вместо 18 в автобусах и 13 рублей вместо 15 в электротранспорте. Эта услуга будет доступна для всех пассажиров, имеющих транспортные карты. Мы работаем на существующих транспортных картах, не вводим никакого другого вида, для того, чтобы люди, которые сейчас, пассажиры ездят с пересадками, такие пассажиры есть, в этом никто не сомневается, и пользуются транспортными картами, не создавать им неудобств. Еще раз отметим, что на первом этапе внедрения системы она будет работать только в муниципальном транспорте. Все автобусы, троллейбусы и трамваи, на которых будет действовать пересадочная транспортная карта, будут иметь наклейку с надписью «Проезд с пересадкой в течение 90 минут». Как сообщили в департаменте транспорта, ожидается, что в течение года пересадочная транспортная карта начнет работать и в автобусах частных перевозчиков. А вот другое новшество, которое также внедряется с 19 апреля, сразу будет действовать во всем без исключения городском транспорте. Речь идет о системе возврата поездах под социальным и транспортным картам в случае схода транспортных средств с маршрута. В случае схода транспортного средства сейчас у нас есть такие обращения, поступают жалобы о том, что кондуктор не возвращает наличные деньги человеку, расплатившемуся по транспортной карте, то сейчас будет иметься возможность человеку, пассажиру по транспортной карте, подойдя к кондуктору, ее предъявив, вернуть списанные средства тут же. То есть пассажирам не нужно будет для возврата средств обращаться в транспортное предприятие. Ведь это чревато дополнительными затратами времени и денег. Как говорят результаты мониторинга, проведенного Красноярским департаментом транспорта, подобных системы возврата поездок нет ни в одном крупном городе страны.